Привет! Мы с вами в Кранево на фестивале ЦАЦИ. Кранево это село, недалеко от Варны, известное курортное место. А ЦАЦИ это вот такая маленькая рыбка. Фестиваль проходит рядом с пляжем, буквально в ста шагах моря. А здесь такое поле, покрытое травкой, которая еще не успела выгореть на солнце. На ней приятно посидеть, и босиком по ней можно походить. И мне вообще очень понравилась продуманная инфраструктура проведения праздника. Посмотрите, большое количество передвижных туалетов сюда привезено. Туда нет очереди, и бесплатно можно спокойно их посещать. Также детские аттракционы передвижные, покрыто тентами, столики и скамейки, для того, чтобы можно было спрятаться от солнца. И все это удобно расположено перед сценой, на которой идут выступления. На фестиваль съезжается много народа, для того, чтобы отведать ЦАЦУ и других даров моря. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Поучаствует в интересных конкурсах и для взрослых, и для детей. Продолжение следует... Продолжение следует... Одной из изюминок фестиваля этого года стал рыбный суп, который бесплатно могли получить все желающие из рук сотрудников общины «Волчика». Община – это орган местного самоуправления в Болгарии. Продолжение следует... Чем они отличаются от сакси? Разница большая. Можно попробовать? Мне объяснили, что это традиционный местный рецепт. Очень много здесь лука, рыба вместе с костями. Они так хорошо пережевываются. И главное, что не опасно. А вот эта зелененькая, я думаю, что шпинат. Ну и поскольку попробовать оба вида силы меня явно не хватит, я выбрала то, что неизвестно. Итак, это моя порция рыбный суп из граца. Благодаря. А что? Очень даже вкусненько. Ну и уж если я на фестивале цацци, то непременно должна отведать местную цацци. Еле-еле выпросила половину порции. И оказалась эта цацци действительно очень и очень вкусной. Гораздо вкуснее, чем в варне у нас, например, делают. Ну и без пива не обошлось. Как говорят болгары, цацци без мира не бывает. Мне всегда было интересно, как же чистят эту микроскопическую цаццу. Ну и вот сейчас посмотрю, да и вам покажу. А вот голову у цацци открывать нельзя, иначе это уже не цацца, а сплошное недоразумение. На фестивале был специальный конкурс по чистению цацци. И оценивали победителей не по скорости, а по качеству. Говорят, что нельзя получить несколько удовольствий одновременно. Очень даже можно, если вы на фестивале цацци. Ем свежую, вкуснейшую цаццу, запиваю разыгранным шуминским пивом и смотрю на выступления гостей фестиваля. Здесь выступали не только болгарские коллективы, но и ансамбли из других стран. Вот сейчас это Словакия выступает. А еще здесь несколько коллективов детских из Украины. Но это вообще чудо! Они просто произвели фурор. Но об этом будут другие видео. А то слишком много удовольствия получите. Так что оставайтесь на моем канале, и вы увидите еще очень много интересного.